Здравствуйте, с вами Практика ТВ и я Татьяна Шелепова. Сегодня мы с вами займемся вышивкой лентами и вышлем букет анетиноглаза. Для работы я использую принт фирмы FIDI. Очень рекомендую вам эти принты. Во-первых, хороший такой плотный достаточно габардин и, как вы видите, очень яркие краски. Для работы я буду использовать ленты разной ширины, молочного, желтого цвета. То есть вот эти цветы, которые светлые, я как бы повторю по ленточке, по цвету ленточки. Все, что вот такое вот тут яркое цветное, это, конечно, нам с вами придется подкрашивать. Акриловыми красками будем подкрашивать. Все последовательно в процессе, все вам покажу. Лента у меня 2,5 сантиметра для анетиноглаза. И для работы нам нужна большая лента, все как обычно. Так, я начну вот с этого цветочка. Здесь у нас с вами молочная и желтая лента. Верхние и боковые лепестки вышиваю молочной лентой. Бородку сделаю желтой из вот такой более широкой ленточки. То есть буду вырезать, присборивать тоже. Все вам последовательно покажу. И здесь нам нужно будет только немножечко оттонировать такими вот штрихами. То есть это можно будет сделать или гелевой ручкой, или тонкой кисточкой, акриловыми красками. Мы тоже посмотрим там, что лучше выбрать. И в центре нам нужно будет сделать маленький французский узелочек. То есть закончить наш цветок. Так, вдеваем ленту в иголку. Смотрим внимательно. У верхних лепестков мы видим, что вот этот правый, он идет как бы дальше. И сверху на нем лежит левый. Поэтому начинаем мы с правого лепестка. Мы выходим по центру. По центру нашего цветочка. Прокручиваем, протаскиваем. Закрытку на широкой ленточке мы не делаем. Поэтому мы оставляем небольшой хвостик. Все как всегда. Расправляем ленту на лицевую сторону. Укладываем. И делаем сверху прокол примерно по центру нарисованного лепесточка. Можно чуть выше делать прокола, чтобы лучше закрыть нарисованный элемент. Так, протаскиваем, укладываем. И задаем форму. Немножко тут такую, как ямку в центре продавливаем. Подтаскиваем за кромочек и создаем верхушечку лепестка. Так. Опять возвращаемся в центр. Вплотную к первому. Следим, чтобы хвостик не попадался в наш прокол. Второй лепесточек готов. Я решила все-таки надеть пяльца. Наверное, там будет удобнее. Так, следующий наш этап. Это боковые лепесточки. Правые и левые. Значит, мы опять также выходим в центре нашего цветка. Вот здесь немножко оставляем небольшой промежуток, чтобы у нас осталось место для маленького французского узелочка. То есть не совсем вплотную, а вот буквально пару миллиметров в центре мы должны оставить свободными. Так, держим последний лепесток, чтобы, опять же, его не затянуть. Придерживайте пальчиком ленту. Расправляем. Так. И прокол в правую сторону. Опять же, чуть дальше нарисованного лепестка. Подтаскиваем кромочки, то есть укладываем лепесточек, подтаскиваем за кромочки, чтобы вот здесь бока у нас с вами такими более овальными стали. Боковые лепесточки готовы. То есть они вышиваются одинаково. Уложили по размеру. Все сделали, выложили. И нам с вами осталось сделать вот эту обородку. Обородка тут, обратите внимание, такая волнистый краешек. Поэтому я буду делать ее отдельным таким вот лепесточком. Беру ленточку 4 сантиметра. Ну вот сантиметров 6 примерно. Складываем пополам. И нам нужно вырезать из этого кусочка лепесток. То есть это вырезаем как-то вот фигурно. Не ровно, овалом. Ну вот такими вот зигзагами, какими-нибудь. В произвольной форме, как получится. Так, вот такая деталь у нас получилась. И обрабатываем зажигалкой все слизанные края. Так аккуратненько, чтобы их совсем не заглавить. Что-то фактура у нас осталась. Теперь берем нитку с иголкой. Делаем на конце узелочек. И по верхней кромочке нам нужно присборить этот лепесточек наш. Делаем закрепочку на конце, чтобы узелок не проскочил. Небольшими такими стежками присбориваем по кромочке. До коротца. Затянули присборку. И в этом положении нам нужно зафиксировать. Поэтому вот так держим складочки. И делаем такой прокол, как бы назад. Все вот эти складки прошиваем. Закрепкой закрепляем. Такой лепесток у нас получился. Все там где-то начинает сыпаться. Опять же зажигалкой подрабатываем немножко. Так. И нам его нужно уложить вот так поверх боковых лепестков. То есть к центру, поверх боковых лепестков. Аккуратно пришиваем иголочкой. Опять же оставляем небольшой промежуток. Помним, да, что у нас тут будет французский узелок. Поэтому для него нужно оставить место. И пришиваем вот любым удобным для вас способом. Через край можно. Можно так москвозь. Нужно зафиксировать. Так. Так, делаем нагрепку. Все, бородка наша на месте. Расправляем, поправляем. И нам с вами останется сделать сюда французский узелок. Так, нам с вами осталось сделать только французский узелок в центре нашего цветочка. Для этого беру ленточку 3 мм. Выходим в центре, там, где мы себе оставили небольшой пятачок. Стараемся попасть в серединочку. Так, чтобы узелок получился, я аккуратнее немножечко вот так подкручиваю ленточку в мягкую такую складочку. В левую руку на себя, иголка сверху. Делаем навивы. Раз, два, три. Вполне достаточно нам. Сделали навивы. Отступаем где-то миллиметрик примерно от того места, где мы вышли. Делаем второй прокол иголочкой. Натягиваем плотно наши узелочки. Ой, виточки, извините. Плотные витки натягиваем по иголке. И протаскиваем иголочку. Затягиваем аккуратненько ленточку. Все. Такой вот узелочек у нас с вами получился. И нам останется только затонировать немножко лепестки. Следующий цветок. Хочу вам показать вот этот вариант обратной стороны цветка. То есть тут у нас, во-первых, лента будет на изнаночную сторону, потому что мы видим обратную сторону лепесточков. Сначала вышиваем. Посмотрите, последовательность вышивки лепестков. У нас пойдет бородка. Первое укладываем бородку. На нее сверху пойдут боковые лепесточки. И самыми последними укладываем уже верхние. В общем, как бы обратная последовательность от того, что мы делали с вами при переднем плане цветка. И потом сверху нам нужно будет все вот это закрыть чашелистниками и сделать стебель. Бородку я возьму белую ленту. Бородку я делаю по тому же принципу, что и в первом цветочке. Только я взяла поуже бородочку. Сделала из ленты 2,5 см. Так, как я уже сказала, мы укладываем ее на изнаночную сторону. То есть здесь главное соблюсти центр, чтобы все лепесточки у нас выходили от одного центра. И потом, чтобы было удобнее все это закрывать. Поэтому так куда-то присоединяемся к центру. И пришиваем, как мы с вами пришивали в первом варианте. Также пришиваем бородку в основе. Можно чуть-чуть ее пониже от центра вот так вот пришить, чтобы было куда 4 вот этих вот 2 боковых и 2 верхних вышить. Так, делаем закрепочку. И вбиваем ленту 2,5 см белого цвета в нашу иголочку. Так, сейчас мы сделаем боковые лепесточки. Такими же прямыми стежками, как мы делали в первом варианте. Только ленту мы развернем на изнаночную сторону. Вставляем небольшой хвостик на изнанке. Разворачиваемся изнаночной стороной. Расправляем ленточку. И также боковой прокол чуть подальше нарисованного лепестка, чтобы лучше его прикрыть. Так, опять же подтаскиваем за кромочки. Натягиваем немножечко, закругляем как бы вот этот краешек. Так, лепесточек готов. Теперь так же выходим с левой стороны. И то же самое делаем на левую сторону. Выкладываем левый боковой лепесточек. Так же расправили наизнанку. Бородка как бы под ними получается. Под боковыми лепестками. Так, боковым боковым. Подтащили, подровняли сюда, все подправили. Бородка, если жесткая лента немножко как бы топорщится, тоже можно подфиксировать ниточкой. Чтобы она лежала так, как надо. Так, теперь два боковых. Ой, извините, два верхних. Опять же мы видим, да? Сначала правый, потом на него сверху левый. Ну вот, посмотрите, цветочек наш готов. То есть мы соблюли последовательность выкладки лепестков. Первая бородка, боковые и последними уже верхние лепесточки. А сейчас нам нужно сделать чешелистик цветка. То есть я беру ленточку 6 мм зеленого цвета. И на каждый лепесток нам нужно сделать 5 листочков чешелистника. То есть выходим где-то вплотную, стараемся вплотную к лепесточку выходить, потому что нам с вами еще нужно место для стебелька оставить. Так, вот здесь мы разворачиваем уже ленту на лицевую сторону. По длине, ну, смотрим, не знаю сколько, сантиметра полтора примерно длина чешелистника. Прокол в центр. Затянули. Так, последовательно по кругу, возле каждого лепесточка, стараемся вплотную к лепестку, чтобы в центре хоть не болеть. Ну, вот 5 чешелистников я сделала, и нам осталось с вами сделать только стебелек. Выходим в самом центре нашего цветочка. Закручиваем вот так иголочку, закручиваем ленту в трубочку, в такую, чтобы виточки у нас ложились плотно друг к другу. Вот, и по рисунку стебелек у нас идет куда-то вот сюда, под вот этот цветочек. Поэтому я прокол сделаю прямо на цветок, и потом, когда уже буду вышивать вот этот цветок, подприкрою как раз место входа ленты в ткань. Какую-то такую форму задать немножечко, загнутую стебелечку. И прокол делаю прямо в сам стебелек. Вот так. Так, для тонировки берем любые акриловые краски. Можно взять акварельные, можно взять гуашь. В общем-то, все, что есть у вас в доме, кроме масляных. Остальным всем можно пользоваться. Ну, и витражных, конечно. Я взяла немножечко вот коричневый цвет, подтонировала бородка вот тут в основании цветочка. Немножко такой тень как бы придала. И нам с вами нужно вот такие вот штрихи как бы, да, затонировать такими штрихами от центра боковые и немножко на бородку зайти. Для этого беру такой темно-фиолетовый цвет. Тоненькая кисточка набираем совсем немножко. И от центра в край. Легкими такими вот движениями от центра в край тонируем такими вот штрихами. Так, ну и затонирую сейчас вот этот, который задний вид цветка. По рисунку он у нас по краям имеет такие вот сиреневый как бы ободочек. Поэтому я взяла вот такую нежно-сиреневую краску. Сначала смачиваю краешки лепесточков водой. Просто водой. И потихонечку начинаю тонировать. Впереди совсем немножко краски. Что все надо побольше добавить. Главное, чтобы сразу не намазать слишком густо. Вот так потихонечку тонируем. То есть можно какие-то такие как прожилки создать. Можно просто тонировку сереневатую такую пустить.